Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 6 июля. Память преподобного Отца нашего Сесоя Великого. Из млада возлюбив Бога, преподобный Сесоя взял на себя Иго Креста. И с усердием следовал за Христом, подвязаясь в пустынях египетских подвигами поста. Он проводил жизнь равноангельскую, смирением и молитвой, побеждая полщища невидимых врагов. Местом его подвигов была пустынная гора, в которой подвязался преподобный Антоний Великий. И сам блаженный Сесоя был подражателем жития Антониева. За свое смиренно мудрее он получил такую благодать от Бога, что даже воскрешал мертвых, как явствует из потеряка, где о Святом Сесое сообщается следующее. Один мирянин отправился к Ави Сесою на Антониевую гору за благословением, взяв с собой сына малолетнего отрока. Случилось, что в дороге, разболевшись, отрок умер, но его отец не смутился и с верой понес смерть веса к старцу. Войдя в келью преподобного, он упал к ногам его, положил у ног преподобного и своего умершего сына, как будто тот и спрашивал у него благословения и молитвы. После того, как старец совершил молитву и преподал благословение, мирянин вышел вон, оставив мертвого ребенка у ног старца. Старец не заметил, что ребенок мертв, и, предположив, что он ждет благословения, сказал ему «Встань, дитя, и уходи отсюда». И мертвец немедленно воскрес и пошел в свет за отцом. Тогда человек, тот увидав своего сына живым, возвратился с ним к старцу и, поклонившись, воздал ему благодарность. Старец, уразумев, что воскресил мертвого, весьма опечалился, ибо он не желал иметь славу чудотворца и запретил тому человеку рассказывать о случившемся до самой его кончины. Этого богодухновенного отца братья некогда спросили, если брат впадет в грех, довольны ли ему для покаяния одного года? «Жестоко слово сие», — отвечал на сей вопрос старец. Тогда братья сказали, «И так согревшившему подобает каяться только шесть месяцев». «Много», — отвечал старец. «Может быть, снова спросили братья, для его покаяния достаточно сорока дней». «Много», — снова ответил старец. Потом он сказал, «Я верую в милосердие человека-любца Бога, и если человек покается сею душою, то Бог примет его покаяние в течение трех дней». Один брат снова спросил старца, «Как поступить мне, отче, так как я впал в грех?» «Исправься, — чадо», — отвечал старец, — «испасешься». «Но я по исправлению снова пал», — отвечал брат. «Снова исправься», — сказал старец. «Да каких же пор, — спросил брат, — будет продолжаться мое падение и восстание, пока не наступит твой конец и застанет тебя или в добре, или во зле. Поэтому должно всегда пребывать в исправлении, дабы в нем же и кончина застигла». Был у преподобного отца ученик Аполлос. По силе вражьего коварства, в числе прочих пожеланий и искушений, у него явилось желание священнического сана. На видениях ему являлись бесы в образе святителей, хиротонисавшие его во епископа. Пробудившись от сна, он начал выпрашивать старца, чтобы тот приказал идти ему в город, к архиерею, принять рукоположение во священника. Но старец воспрещал ему и, получая его, возумлял не искать сана выше своего достоинства. Огорчившись постоянным поучением и наставлением старца, Аполлос тайно бежал от него и удалился к родственникам в Александрию, чтобы при содействии последних скорее получить пресс-фикерский санг. Когда Аполлос шел по дороге, встретился ему в образе неизмеримо высокого человека бес. Он был наг и черен, с отвратительным лицом, с толстыми губами и железными ногтями. Имея звериное подобие, он в то же время был подобен, похожий на мужчину и на женщину. Распространяя смрад, бес являл перед глазами Аполлоса такое бесстыдство, что сего невозможно даже передать на письме. Аполлос, кинувшись Аполлосу на шею, бес обнимал его руками и часто целовал. Аполлос ограждал себя крестным знаменем и вырывался из руки его, но бес говорил ему, «Зачем ты убегаешь от меня? Знай, что ты мой, и люблю я тебя, ибо ты исполняешь мои желания. Я потому-то и пришел к тебе, чтобы сопровождать тебя до тех пор, пока не доведу до конца всех твоих желаний». Будучи не в состоянии переносить его смрад и бесстыдство, Аполлос возвел очи на небо и громким голосом возопил, «Боже, молитвами отца моего сесоя, помоги мне и избавь меня от этой напасти». И вот бес, отступивший от него на небольшое расстояние, преобразился в красивую нагую женщину и сказал ему, «Подойди и удовлетвори твоему желанию, потому что ты много успокаивал меня твоими помыслами в своем сердце». «Я хотел сделать тебя, сказал потом бессвященником и епископом, но молитвы сесоя сластолюбивого старца отгоняют меня от тебя». С этими словами бес стал невидим. Объятый сильным страхом, Аполлос возвратился к старцу и, припавший к его ногам, исповедовал перед ним все происшедшее и просил прощения. Он рассказал также и братьям, какие страдания претерпел он от обольщения дьявольского и как помогли ему молитвы преподобного сесоя. Поистине, молитва его была сильна для отгнания бесов. Она и от другого ученика преподобного сесоя по имени Авраама отогнала мучившего его нечистого духа. Все злые духи бежали от него, не смея приблизиться к храброму и непобедимому воину Христову. Преподобный сесой прожил в пустыне 60 лет, когда он уже был при смерти, причем в это время у него находились братья. Просветилось лицо его, как свет. И он сказал братьям, «Вот пришел Авва Антоний». Затем, немного помолчав, он снова сказал, «Вот пришел лик пророков». И снова он просиял еще более и сказал, «Вот пришел лик апостолов». И вдвойне просияло лицо его, и он беседовал с невидимыми лицами. Братья упрашивали его, говоря, «Отче, скажи нам, с кем ты беседуешь?» И он сказал им, «Это ангелы пришли взять меня, но я молюсь им, дабы они оставили меня на короткое время, чтобы я мог покаяться». «Тебе нет нужды в покаянии, отче», — сказали ему братья. Но старец ответил, «Поистине, я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». Все же братья знали, что он совершен в добродетелях. После этого он снова просиял еще сильнее, и лицо его стало как солнце, так что все убоялись. Тогда старец сказал, «Вот приходит Господь, взбирайте все, он говорит, принесите мне избранный сосуд из пустыни». С этими словами преподобный предал дух свой Господу. Кончина преподобного, число великого, последовала около 429 года. В этот момент появилась молния, и храмина наполнилась благоуханием. Закончив такую блаженную кончину и временную жизнь свою, преподобный Сесой переселился в жизнь бесконечную. И ныне он водворяется со Христом и наслаждается его лицезрением, вместе с теми ликами святых, коих он видел при своей кончине. По молитвам преподобного отца нашего Сесоя, Досподобимся и мы сей радости, благодати Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok